Ну что, всем привет! Выберем мой любимый фильтр. Всем привет, всем привет! Всем добрый-добрый вечер! Ну что, друзья, что хотела сказать. В общем, это мой первый день в добровольной изоляции. Правильно так говорить? Ола! Ола, мисс Каридас! И сегодня мы будем с вами рисовать. Рисовать будем Аида. Но для начала я хотела бы выйти визуально, поздороваться с вами со всеми, пожелать вам сегодня творческих успехов, да, потому что вы ими рисовать, а вообще, в принципе, хорошего, отличного настроения. Конечно, погода шепчет, погода прекрасная, и существует просто невероятный соблазн. Очень хочется выйти на улицу, очень хочется прогуляться, увидеться с друзьями, да, и я очень рада, что осознанных граждан среди нас, надеюсь, что больше, да, которые все-таки остаются дома. Вот я одна из них. Как видите, у меня жутко отросли корни, это будет моим доказательством. Блондинки сейчас сильно будут палиться, да, как бы в этом плане. В ближайшую неделю, к сожалению, я к своему любимому парикмахеру не попадаю, поэтому я подготовила себе различные варианты, да, для прямого эфира. В общем, если совсем станет грустно, я буду одевать шапку. Шапок у меня много, чтобы прикрывать свои троши корни. Вот. Ну, в общем, желаю всем приятного вечера. Надеюсь, сегодняшние, ближайшие два часа мы будем с вами рисовать, наслаждаться, и это принесет вам радость, я надеюсь. Смотрю, тут есть мои коллеги. Мои коллеги, всем привет! Привет! Первое, что я бы хотела, давайте мы с вами сделаем небольшую перекличку. Расскажите, пожалуйста, из какого города вы смотрите? Я, может быть, буду разговаривать по-английски, если здесь есть те люди, которые нуждаются в этом, если есть те люди, которые понимают английский лучше, чем я, умеют на нем разговаривать, уж сори. Ростов-на-Дону. О, второй день подряд, мои земляки. Я из города Калуга, если вы первый раз на моей страничке, да, если так, немножечко обо мне. Меня зовут Заворотынская Ольга, мне 28 лет. 29. Я все время об этом забываю. Ну, в общем, ладно, мне 29 лет, не буду никого обманывать. Я являюсь совладельцем и директором сети салонов красоты «Шоколад», также школы красоты «Шоколад», и преподаю, преподаю уже достаточно давно, и не только в России, но и за границей. Турция, отлично! Замечательно! Девочки, всем привет! Ола! Эллоу! На всех языках мира. То, что случилось сейчас со всем миром, дошло, наконец-таки, до России. Да, мы сидим на карантине, хотя это назвали у нас в стране выходными. Мы, как осознанные граждане... О, Азербайджан, привет! Ничего себе! Мы, в общем, короче, как осознанные граждане решили подойти серьёзно к этой всей ситуации и уйти. Вот, поэтому весь мой коллектив сейчас сидит и дома, и развлекает себя. Кто тортики печёт с рыбой, кто вот рисует. Что ещё хотелось бы сказать? В ближайшую неделю я постараюсь выходить каждый день в эфир. Мы будем рисовать каждый день фрукты. Я покажу принцессы Дисней, амиго с Дисней, друзья Дисней, да? То есть, это Винни-Пух, Братья Кролики, или как там, Чип и Дейл, и так далее, и тому подобное. В общем, будем рисовать, это всё, в принципе, очень мило. Поэтому, если у вас есть дети, которые не хотят ложиться спать, или, там, допустим, которым нечем занять, то вы можете их подключать к нашим рисовашкам, потому что, в принципе, это будет интересно. Грузия, привет! Девочки, мальчики, очень приятно вас всех здесь видеть. Сейчас переключаюсь, и будем приступать с вами к рисовашкам. Ну, вот, собственно говоря. Так, меняем камеру. Сейчас я её закреплю и отключу фильтр. Сейчас всё это дело настроим. Представляйтесь пока. Мне будет очень приятно знать, кто у нас сегодня смотрит, из каких стран и городов. Нужно закрепить это дело как-то. Вот так. Отлично. Напомню. Да, эфир мы будем сохранять, не переживайте. Он продлится где-то, наверное, час. И через... Ну, в 9 часов я зайду ещё раз. 9-10 для того, чтобы мы с вами порисовали клубничку, фрукты. Клубничку, яблочки. У нас сегодня, в общем, с вами три типса. Много будет вариантов для отрисовки. Вот мои два чувачка. Ребята. О, Белоруссия, привет! Земляки, я говорю, подключаются. Вообще замечательно. У нас сегодня будет потрясающий эфир. Что сразу скажу. Я думаю, что вы все заметили, что я вещаю не со страницы с какого-либо марафона, а со своей личной, да. То есть, наконец-таки я стала это делать, потому что длительный период, я честно скажу, очень сильно стеснялась просто. А сейчас уже вариантов не осталось, приходится выходить. Вот. И, собственно говоря, маленькие такие моменты, которые я бы хотела организационные в самом начале сказать. Так как страничка моя, соответственно, правила тоже мои. Ну, в общем, если вас что-то не устраивает или вдруг вам что-то не нравится, то вы просто спокойненько покидаете нас. Вот. Ну, как-то так. Но я надеюсь, что вам не придется этого делать. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами занимались творчеством, да, а не не расстраивались или как-то не негативили. Вот. Ну, собственно говоря, Аид. Я напомню, что это один из персонажей с моего авторского онлайн-курса «Злодей Дисней». Да-да-да-да-дам! Да, вот такие вот они, ребята, ждут ваших сердечек. Вот такая вот коллекция у меня для злодеев. Фасилье, Доктор Крюк... О, Доктор Фасилье, Капитан Крюк, Шрам. Блин, я все время забываю, как эту девочку зовут, по-моему. Изма! Изма, вот! Да, их очень много. Все они из онлайн-курса «Злодеи». Аленочка, да, ты мне будешь помогать переводить на испанский все это дело. Вот. Нас ждет с тобой работа. Я помню про наше сотрудничество. Вот. Онлайн-курс практически завершен в монтаже. Я обещала, что буду его выпускать 15 апреля, но с учетом всех обстоятельств времени стало больше. Я думаю, что выйдет он, скорее всего, гораздо-гораздо раньше. Вот. А пока мы с вами порисуем Аида. Вот. И так как один Аид уходит у меня в прямой эфир, ну и просто, в принципе, в онлайн-курс, да, и просто, в принципе, очень многие говорили о том, что хотели бы посмотреть именно на этого персонажа, этого товарища мы отправляем в онлайн, кто его будет покупать, соответственно, и посмотрит. А этого мы сегодня будем с вами рисовать. Вот. Я очень люблю, прежде чем приступить к рисованию, отрисовывать персонажей вот таким вот образом, да, то есть на бумаге. Скажу честно, по сути, как бы, тут ничего такого сверхъестественного, сложного нет, но мне просто очень нравится вот это все. Я фанат блокнотиков. Если тут меня смотрит моя ученица Даша Трусова, то она сейчас, наверное, тоже скажет, что да, да, я люблю. Есть такие люди, маньяки блокнотиков. Вот я один из них. У меня куча маленьких блокнотиков, ежедневников, блокнотиков с различной бумагой, и мне это очень нравится, не знаю, я думаю, что, наверное, среди вас тоже есть и кто не может себе в этом отказать. Вот. Точно так же, так как у меня куча блокнотиков, у меня куча различных ручек, карандашей и всяких-всяких красивых штучек-дручек. Я очень люблю это дело. Вот, поэтому если не знаете, что мне подарить, то подарите блокнот, вы не ошибетесь. Я всегда так отвечаю своим друзьям. Итак, где и как вообще, в принципе, рисовать, да? Я буду показывать на белой бумаге просто потому, что вам будет так виднее, легче и понятнее. Что касается Аида. Вообще, в принципе, любые свои курсы я всегда начинаю с объяснения на листе, для того, чтобы мы с вами понимали, что от нас требуется. Потому что, когда наш мозг понимает, в чем наша задача, нам легче ее выполнять. Вот. Именно по этой причине необходимо вначале нашему мозгу объяснить, что же мы будем с вами делать. Мы представляем с вами, да, что у нас есть типсы, ноготь, лист бумаги. Я допускаю... Ола! Ола! Я допускаю, что сегодня меня смотрят не только взрослые, но и дети. Потому что с наших аккаунтов различных был анонс, для того, чтобы дети могли порисовать. Если вдруг родители и дети кто-то решил порисовать на бумаге, помашите ручкой, дайте знак, что вы здесь. Для всех остальных мастеров ногтевого сервиса. Продолжим. Где я ищу эти картинки? Я их ищу, в принципе, с... Пинтереста. Вот. Вот. Отлично. Замечательно. Вот, собственно говоря, скачанная картинка. Да? То есть, и с нее, в принципе, мы срисовываем. Ой, девочки, здравствуйте. Отлично. Значит, рисуем с детьми. Супер. Дети тоже с нами. Ну, я думаю, что всем будет интересно. Как срисовать? Есть два метода, скажем так, как можно срисовать картинку. Проще и легче, наверное, всего это сетку наложить. Для этого, если у вас сейчас нет возможности, да, там, в домашних условиях углубляться во все эти моменты, вы можете взять просто файл или какой-то пакет на крайняк, да, расчертить маркером черные клеточки и наложить на телефон. Я очень часто делаю это прям кистью, прям на телефоне. То есть, когда рисую, я беру, разделяю вот таким вот образом, да, то есть на части, ну, если мне надо, там, приближаю как-то, в зависимости от того, что я буду делать. Вот, и прям по телефону, по экрану рисую, чтобы у меня образовались такие квадратики. Когда-то давно, когда мы учились в школе, нас таким образом учили срисовывать с одного, с картинки на бумагу. Замечательно, девочки. Очень рада, что дети подключены к нашему эфиру. Мне, правда, очень приятно. Я думаю, что сегодня будет очень интересная тема. Конечно, АИД, наверное, посложнее, потому что все-таки тут, ну, какой-никакой он и портрет. Но клубничка, яблоко, это вообще даже для маленьких-маленьких деток вообще подойдет. Итак, я сейчас отключу комментарий для того, чтобы вам легче было пересматривать. Вы поверните телефон, да, чтобы вам было удобно смотреть, как будто бы это прям конкретно онлайн-урок. И погнали. Значит, наш АИД, с чего он у нас состоит? Во-первых, у него достаточно длинное лицо. Если мы говорим о том, чтобы вместить его в типсу, то, конечно, лучше всего каким-то образом разместить его так, чтобы оставалось место на подбородок, да, то есть, ну, точнее, не на подбородок, а на шею, и на волосы, потому что, ну, скажем так, отличительной чертой данного чувака является именно огонь. Огонь, который размещен у него на голове. Вот. Именно по этой причине важно, чтобы у вас, ну, оставалось расстояние сверху и снизу. Девочки, буду добавлять жестикуляцию, потому что нас смотрят не только русскоговорящие, но и Испания, мои любимые ученики. Вот. По-испански я, к сожалению, не разговариваю, но мне бы очень хотелось, чтобы они нас тоже понимали, поэтому буду максимально подробно объяснять. Если вы рисуете и срисовываете с телефона, то приблизьте ровно до того масштаба, который вам нужен. Вот. Далее. Начинаем искать центр. Ну, то есть, визуально находим центр нашей типс или нашего рисунка. И вот по центру ставим точку, и из нее вытягиваем такой раз-два. Ну, как сердечко, по сути, это голова нашего Аида. Опускаем. И дальше у него вот такие скулы, ну, достаточно выдающиеся, да. Объясняю, каким образом, грубо говоря, искать наш рисунок, если вдруг вы будете не по сетке перерисовывать. Я не перерисовываю по сетке, потому что это очень долго. Я стараюсь привязываться к каким-то точкам и от них отталкиваться. Итак, сделала скулы. Вот. Дальше я намечаю, где у меня будет подбородок. У подбородка, у любого подбородка, всегда есть определенная ширина. Вот точка, вот точка. И их я просто соединяю. Раз, два. Смотрю, если мне надо, могу сделать шире. Если надо, могу сделать уже. Но, в принципе, меня устраивает данная ситуация. Окей. Вот такой вот у него подбородок. Дальше у него идет шея. Пардон. Шея у него идет от вот этих вот мест, где у него скулы, да. Вот скулы чуть-чуть опускаемся. То есть вот расстояние раз, два. Опускаем шеи и плечи, да. Далее. Я обычно рисую брови. То есть в портрете, конечно, мы делим, мы ищем, как все размещено. Но вы видите, у него достаточно большой подбородок. И если кто-то из вас имеет опыт рисования именно портретов, знает о том, что в данном случае эти пропорции не совсем работают. Мы с вами будем на этой неделе рисовать принцесс Дисней. И там как раз-таки я буду объяснять более подробно пропорции, да, на таких персонажах, как Моана. Ну, кто у нас из последних таких диснеевских, кто больше похож на человека? Вот, в принципе, они. Потому что все остальные, они ближе, как бы, уже такие стилизованные. Итак. А, ну вот Золушка, Белоснежка, в принципе. Да, вот такие супер старые, они еще на людей тоже похожи. Окей. Поехали далее. Брови. Одна бровь вверх, другая как бы вниз. То есть у него такой перекос как бы. Ну, находим брови. Раз. Два. У бровей. У бровей. У бровей. Вот здесь такая толщина как бы. И от кончиков бровей мы опускаем нос. Сделали. Нос у него, ну, получается где-то чуть ниже. То есть я сейчас нос сильно опустила. Беру ластик и просто поднимаю ему носик. Смотрите, да, вот у нас скулы. Они заканчиваются. Да. И еще чуть ниже идет сам нос. То есть, ну, вот примерное расстояние скул. Раз. Два. Оп. Вот он кончик носа. Вот таким образом мы нашли нос. Хорошо. Сделали нос. Далее. У него здесь идут такие как бы круги под глазами, как у меня без косметики, если на меня посмотреть. Далее губы. Ну, рот у него такой достаточно жутковатый. И самое такое, что нос нападает как бы на рот. Вот здесь мы рисуем вот такие крылья носа. Далее опускаем губы. Раз. Раз. Два. Глаза. Ну, тут все просто. Века верхняя. Раз. Два. И такие почти круг. Ну, и зрачки. Зубы у него вот такая лесенка. На самом деле без огня он довольно сильно похож на Джокера, если кто когда на него смотрел. Джокеры, которые вот рисуют именно в мультиках. Хорошо. Здесь у нас будет огонек. Дальше. Тень. Здесь у нас будет самый темный цвет с вами. Здесь посветлее. Окей. Губы у нас будет совсем супер черные. И от носа будет идти вот такая вот складка. Здесь я возьму более такой темный фломастер. Смотрите, те, кто рисует с детьми, те, кто вообще рисует на бумаге. Вот карандашом вы сделали эскиз. И сейчас вы берете ластик и слегка вот так вот проходите, чтобы убрать лишние линии или супер яркие линии. Далее вы будете выполнять. Мы будем рисовать гель-лаками, вы будете рисовать красками. Вот. А уже в самом конце вы будете выполнять то, что я сейчас буду показывать маркером черным или гелевой черной. Можно даже шариковую ручку черную взять на самом деле. То есть еще раз. Если вы рисуете на бумаге, то этот этап вы будете использовать после того, как нанесете цвет. В моем случае я просто показываю, на что мы будем обращать внимание с мастерами наксевого сервиса. Соответственно, вы для себя просто поэтапно немножечко поменяете. Мастера, для вас я объясняю. То есть мы сейчас с вами нанесем эскиз. Я его на самом деле уже нанесла, чтобы не тратить время. Вот он вот так вот выглядит. Далее мы нанесем, заполним цвет. После этого мы с вами сделаем прорисовку небольшую. И в конце у нас будет стоять задача. Это прорисовка вот таких вот основных деталей. То есть не надо его супер полностью обводить, но есть смысл выделить прям конкретные какие-то детали. Толстой ручкой я выделяю что-то такое основное, а остальное я убираю тоненькой. Ну и вот ноздри. Если даже вы рисуете на ногтях, я вам рекомендую уделить время и все равно сделать на бумаге эскиз. Объясню почему. Потому что, ну, ваша рука и ваш мозг понимает, что и как ему нужно будет рисовать. Потому что, когда мы сразу начинаем рисовать на типсе, очень часто бывает такая ситуация, что мы просто можем его не найти. Телефон моего мужа, так что, если что, извиняйте. И так у него его забрали. Вот. Ну и более толстым маркером я обвожу... Ой, тонким. Обвожу вот эти места. То есть, понятное дело, что это не скетчинг, то есть это не что-то такое супер профессиональное. То есть, я все-таки мастер ногтевого сервиса, если что. Но отчаянные времена, отчаянные меры. Хочется быть полезной не только тем, кто ногтями занимается, но и вашим деткам. Потому что я понимаю, что не все мамы сейчас могут спокойно сидеть рисовать, если не занять чем-то детей. А, ну и самое главное, не забывайте про то, что даже у наших персонажей есть уши. Ну, так случилось. Вот, собственно говоря. Далее огонь. Ну, в данном случае я его помечу с синей ручкой, да. Просто, чтобы наш Аид как-то выглядел правдоподобно. Итак, наш мозг понял, как нам что нужно рисовать. Мы, в принципе, сориентировались. Дальше переходим на типсы. А те, кто рисует на бумаге, соответственно, переходят к краскам. Цвета, которые мы будем с вами использовать. Серый, синий, черный, белый, желтый неон и желтый, ну такой, горчичный я его называю. Я даже помню по-испански, на самом деле, несколько названий. Бланка, негра, 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 бланка. Давайте я включу комментарий, чтобы кто говорит по-испански, меня, если что, подправил. Итак, кто у нас испаноговорящий? Напишите, пожалуйста, название этих цветов, да, если вы знаете название этих цветов по-испански. Вот, по-моему, желтый был Амарио. Амарио, если я не ошибаюсь. Вот, но я стараюсь, если что, я стараюсь. В общем, все остальные цвета, которые мы будем с вами использовать, будут уже намешаны из того, что есть. Вот. Фон. Фон. Для фона я использовала негра и бланка. Грис серый. Супер. Алена, давай, подключайся. Помоги нашим испанским друзьям. Вот. Собственно говоря, 033-й это серый цвет. Так как наш Аид, в принципе, является достаточно таким серым персонажем. Вообще, на самом деле, очень многие злодеи Диснея, они именно серые, ну, по цвету кожи. Вот. Тут та же самая ситуация, вот, поэтому как фон я беру серый цвет. Для эскиза я взяла черный и смешала его чуть-чуть с белым. Я не люблю рисовать карандашом. Мне сразу нравится заполнять моего персонажа, скажем так, ну, краской. Вот. Поэтому тут вот как-то так. Далее. Погнали. Первое, что мы будем с вами делать, это заполнять фон. А, ну, и самое главное, давайте я вам расскажу, какие цвета именно я использую. Ну, мне просто хочется, чтобы, если у кого-то они вдруг есть, могли попробовать именно так. Это Rocknail 104. Что у вас за камера? Это 11-й айфон. Обычный телефон. Ну, в смысле, конечно, он не обычный, блин. Он мега дорогой, падла. Но это айфон. Да, я так предполагаю, что, наверное, очень хорошее качество, да? Вы поэтому спросили. Вот. Желтый Dauntless Luxio. Неон у меня Bagira Nails. Это BN22. Белый Polar Luxio. Можно заменить на линта Pure. Но я, честно говоря, просто не успела его взять из салона. До карантина до этого. Ну, и Электрик синий. Из него мы создадим голубой. То есть, видите, да? Достаточно маленькое количество цветов, которые можно просто потом впоследствии намешать. Кисти, которыми я работаю. Тоненькие кисти, да? Для прорисовок. Нет, это не зеркалка. Что? Это айфон. На самом деле, айфоны сейчас очень круто стали делать. И я, в принципе, когда одиннадцатый появился, взяла его только из-за качества съемки. Именно видео. Потому что мне очень хочется снимать онлайные уроки. Скажем так, у меня был 7+. Вот. И, в принципе, он меня полностью устраивал. Но, к сожалению, он не выдавал такого качества, как мне хотелось именно в записи. Вот. У моего брата была десятка на тот момент. Я попробовала. Поняла, что, блин, он максимально крутой. И когда появился одиннадцатый, я просто купила себе одиннадцатый. Вот. Спасибо большое. Я стараюсь. Девочки, опять отключаю комментарии для того, чтобы вам потом было удобнее смотреть. Ну, не переживайте. В первые 15 минут я там болтала о всякой ерунде. Вот. Я приближаю максимально. Если буду выходить из кадра, уж простите, потому что не очень, если честно, удобно. Дома это делать. У меня очень узкий стол. На работе у меня такой хороший широкий стол. На нем все помещается. Дома это как-то так себе пока что. Цвета. Нам нужно сделать сначала, заполнить полностью цветом все пространство, да, то есть всего нашего Аида. Я беру белый, серый, которым я работала, и черный. Можно даже чуть побольше серого. Чуть побольше белого. То есть его кожа не должна получиться супер там какой-то светлой, но и не супер темный. Ну, то есть где-то вот так. Можно чуть-чуть синенького добавить. Ну, чтобы повеселее как-то было, а то прям совсем что-то мрачно. Набрали. И вот тут такой момент, да, то есть даже если у вас где-то лишние какие-то линии, ничего страшного, потому что, в принципе, вы можете впоследствии эти линии просто закрасить лишние. Ну, вот как, собственно говоря, я сейчас и сделаю. Просто равномерно заполняйте наш эскиз. Если нужно, подправляйте, заполняйте где-то какие-то линии. Если вдруг у вас лишние появились, да. Использую я гель-краску пока что без топа, плотно достаточно. Просто фактически его разукрашиваю. Кто рисует на бумаге, да, если вы используете акварель или акриловые гель-краски, о, гель-краски у меня уже все. Ну, в общем, если вы используете акварель или акрил, то просто хорошенечко смешайте его с водичкой, чтобы у вас не получился суперплотный слой, да, потому что у нас еще будут слои. Вот такая вот акварельная техника. На самом деле у меня художественное образование, ну, типа как. Я закончила художественную школу и первый курс, первый год дизайнерского курса у нас в колледже культуры в Калуге. И, наверное, на этом и все закончилось, все, что связано с рисованием. Поэтому уж не знаю, можно ли говорить, что у меня художественное образование. Но какое-то понимание есть. Раньше я на бумаге рисовала, вот. А так это больше, наверное, наблюдательность. Очень люблю смотреть, как люди рисуют. Ну и вообще, в принципе, смежные сферы изучать, потому что они часто бывают нам полезными. Итак, мы заполнили нашего еда полностью, видите, да, и отправляем сушиться. Сразу же оговорюсь, я сушу в Эми лампе. Она достаточно мощная, поэтому, в принципе, у меня будет сушиться это все дело очень быстро. Если у вас лампа не такая мощная, как у меня, значит, хорошенечко подсушите все это дело. Далее мы берем более темную краску, намешаем прямо здесь же этот замес. Ей мы заполняем глаза, вот эти вот части, тоненько-тоненько, только кончиком кисточки. Оп, оп, раз, два, вот так вот, здесь вот у него вот так, угу, сделали. Можно добавить еще побольше темненького и вот здесь вот заполнить шею. Для чего? Для того, чтобы вышел подбородок на передний план. Все это я делаю без использования топа. Четко только color, только цвет. Сделала. И отправляю сушиться. Беру черный, добавляю еще больше сюда. Опять-таки, это гель-краска. О, пардон, гель-лак. Прогружала в голове. Это гель-лак, не гель-краска. No gel paint. Гель-краска, гель-лак. Вот, гель-лак. Только гель-лаки сейчас используем. Губы. Аида. Тоненько, раз. Тоненько, два. Опускаем сюда. Опускаем сюда. Я сейчас пока не буду ничего говорить, потому что стараюсь не дышать, сейчас, когда тонкие линии рисую. Вот так, отлично. Супер. Вот такая у него улыбочка. Морочноватенькая, конечно. Но что поделать. Честно говоря, я не знаю, почему я выбрала именно Аиду для первой отрисовки. Не было какого-то умысла, просто, наверное, нравится мне его харизма. Я вообще люблю мужчин с хорошим чувством юмора. Далее мы берем, добавляем белый в наш замес с серым-голубым оттенком. И верхний век и мы прокрашиваем. Раз. Два. Отправляем сушиться. Желтый. Можно чуть-чуть с неоном смешать. Ну и, в принципе, здесь, конечно, можно добавить коричневый. Просто для того, чтобы глаза немножко смотрелись более глубокие, что ли. Прямо самую малость. Ну вот такой вот оттенок. Лишнее убираем на ноготь. Таким вот образом глазки ему рисуем. Вот оно. И отправляем сушиться. По волосам ситуация может быть разная. Вот смотрите, допустим, здесь у меня четкая омбре, да, и обрисовочка такая. Здесь растушевка. Ну, мне вот этот вариант, если честно, нравится больше. Вот именно по исполнению волос. Я покажу вам его, потому что здесь, ну, как-то, не знаю, лысоватый у меня, что ли, получается. Как-то мне хочется, чтобы это было по-другому чуть-чуть. Что еще в глазах? Я беру неончик и добавляю немножко неона. Так, в серединочку немножко раз. Немножко два. Напомню, работаю я чистыми цветами, без топа. Далее мы берем синий. Вот наш синий цвет. И мешаем еще кучку с белым. И совсем прям голубой такой. То есть, ну, такие три штучки у нас. Три кучки, я не знаю, три замеса. Первый синий. И начинаем обрисовывать его голову. Здесь, если что, можно сделать голову поуже, если вдруг вы там ее немножко подразбарабанили, да? Вот. Немножко здесь. Вот. И слегка вытираем кисть. Можно даже голубым цветом, чтобы, если что, не напутать ничего. Огонь. Намечаем сильно. Не надо там. Волосы ему рисовать. Ну, вот как-то так, да? Берем темный синий. И начинаем стягивать. Сюда. Заполняем. Заполняем, тянем. Второй цвет берем. Так, где у нас синий с голубым смешан, да? Чуть поменьше. И начинаем вот так вот, как бы, вмешивать его. Таким вот образом. И дальше уже кисточку вытерли, да? Берем последний цвет. И размещаем его вот таким образом. Тут надо посмотреть, чтобы он у меня не получился, как Надежда Бабкина. С париком на башке. С париком на башке. Ну и дальше, смотрите, варианты такие. Можно сделать это тонкой кистью. Можно взять кисть для амбре. Мы сейчас попробуем и такой, и такой вариант. У меня тут должна быть кисть для амбре. Где-то лежать. В общем, вот. Что в данном случае он такой достаточно, ну, получился широкий. Так, вообще, я такой снимаю. Хорошо, что есть запасная. Я, когда собиралась уходить в изоляцию, подготовила очень много кистей, красок. Потому что неизвестно, насколько это все дело продлится. А надо быть во всеоружии. Ну и, в общем, вот немножечко вот так вот это все дело прибиваем. Раз. Два. Уважаемые родители, если ваши дети после этих уроков захотят быть мастерами ногтевого сервиса, мы будем рады видеть их в ряду наших мастеров. Правда, желательно по достижению совершеннолетия. Сейчас, извиняюсь. Так вот. Далее темный цвет я углубляю. Вот как-то так. О, пардон, да. Вот я вышла из кадра немножко. Ну, я надеюсь, что это не сильно давно было. Вот. Дальше мы сушим. Вот на этом этапе мы переходим с вами к прорисовке. Прорисовка будет следующим образом. Я ее выполняю либо гель-лаком, либо гель-краской. Гель-краска, тут такая история, если вы выполните прорисовку, будет суперярко. Мне все-таки нравится, когда есть такая некоторая изящность, что ли. Не знаю, не могу сказать, чем это лучше или хуже, но, в общем, мне нравится гель-лаком выполнять прорисовку сначала. Черный гель-лак немножко смешиваем и начинаем обводить. Тоненько-тоненько, только кисточкой уши ему тут выделить. Если ваш гель-лак недостаточно плотный, то можно использовать гель-краску. Подбородок. Мужественно ему нарисовать шею. Наверное, все-таки шею я даже в один цвет закатаю как-то. У меня получилось не очень понятно. Вот таким образом. Видите, да? Здесь невозможно ошибиться. То есть вообще, в принципе, примите тот факт, что наша работа – это вообще очень классная штука. Нам очень повезло с вами. Мы в творческой профессии развиваемся. Нам вообще невозможно ошибиться или сделать что-то не так. Потому что все можно исправить, все можно поправить. К счастью для нас. Далее. Наверное, все-таки еще можно ему более темные сделать вот эти вот места. И заодно, если что, подправить глаза. Да, более темный будет прям хорошо здесь смотреться. Вот таким вот образом. Девочки, кто будет выполнять отрисовку, пожалуйста, присылайте. Я буду очень рада, если что, дать какие-то комментарии, если будет необходимость. Да, и мне будет очень приятно, если вы будете как-то эти знания использовать в дальнейшем. По поводу краски. Черную гель-краску Artex я возьму. Ее я использую для того, чтобы прорисовывать брови и делать прорисовку глаз. Ну, вообще, в принципе, тонкие линии какие-то выполняют внутри. Брови. Прямо нажали на кисть, отпустили. Нажали на кисть, отпустили. Вот у нас получились брови. Нос. Опускаем раз. Опускаем два. И крылья носа. Сделали. Подсушили. Здесь же тоненько обрисовываем глаза. Джонни, тебе брат звонил. Да ты что? Да, но мы пока не можем ему ответить. Возьмем муку в шпице. И тут же делаем зрачки. Ваш персонаж будет иметь характер именно такой, которым вы его и наделите. То есть, по сути, все будет зависеть только от вас в этом плане. Ну, вот мой сегодня какой-то вот такой парень. Губы. Рот. Конечно, очень легко делать онлайн-уроки, потому что вот эта озвучка вся, она идет потом сверху. И когда ты рисуешь, ты можешь совершенно спокойно расслабиться, да? И нет необходимости ничего говорить. Когда ты в прямом эфире, конечно, тут немножко сложнее, потому что все-таки надо поддерживать связь как-то с аудиторией. Иначе вы заскучаете у меня тут, а мне этого делать нельзя. Вот так вот обведем поярче это все дело. Вот так вот. Сушим. Далее слегка-слегка черненьким вот таким вот. Мы делаем ему складочки. Раз. Два. Ой, какой, дядя, харизматичный получается у нас. Фон вы можете сделать зеленый, можете желтый, как хотите, да? На этом этапе мы уже, мы будем делать с вами либо фон условно заполнять, да, там сделать его зеленым. Ну, давайте оставим, чтобы мы успели с вами уложиться по времени. На этом этапе мы переходим с вами к теням. Для теней нам понадобится топ с липким слоем. Чёрный гель-лак. Чёрный гель-лак. По-моему, как-то так. Синтоп капофина. По-моему, как-то так. Я уже очень давно не преподавала в Испании. Уже прожилось столько времени, мне кажется, вечность. Поэтому я практически всё забыла. Под губой тень лёгкую, вот здесь вот тенюшечку такую, вот здесь вот слегка. Просто, чтобы эта история стала немножко такой. Но, естественно, у него тут будет такие, как бы, морщинки. Вот эту часть. Окей. Вот таким вот образом. Сделали сушу. Ну да, он у меня такой харизматичный получился, что мне захотелось ему сделать какой-то всё-таки фон. Давайте подключу комментарии, и мы с вами подумаем вместе, какой фон мы будем делать. Фон будем делать либо зелёный, либо можно ещё вот какой-нибудь оранжевый выбрать. У меня тут много цветов. Я решила, что когда мне станет совсем грустно, я буду делать амбре из различных цветов. Использовать какие-нибудь прям совсем супер неоны зелёные. Вот, к примеру, салатовый какой-нибудь. Давайте думать, салатовый или оранжевый. Кармен! Ола! Девочки, я вижу, мне очень жаль, что я не могу с вами поговорить по-испански, к сожалению. В общем, есть зелёный и есть оранжевый какой-нибудь оранжевый был. Вот он, есть оранжевый какой-то у меня тут. Оранжевый. Ну, давайте попробуем оранжевый. Есть, кстати, оранжевый тоже разные. Видите, у меня тут их много. Разных фирм. Сейчас удалю, чтобы вы видели. Вот, видите, у меня тут куча. Очень-очень много. Смотрите, когда история такая, когда вы не можете определиться с фоном, всё делается гораздо проще. Вы берёте свой персонажа, берёте вот так вот фон и вот так вот раз мазюкнули. Потом два мазюкнули с другой стороны. Ну и смотрите, да, что вам нравится больше. Ну, кстати, зелёный, мне кажется, здесь всё-таки больше. Потому что он у меня весь такой холодный. Поэтому всё-таки лучше, наверное, зелёный. Пока буду заполнять фон, давайте мы с вами решим, какую принцессу Диснея мы будем с вами рисовать. Завтра в 8 часов вечера. Принцессу Диснея у нас очень много, так что давайте, кого вы хотели бы отрисовать? Рассказывайте. Рассказывайте. Муану. Мерида. Бель. Сиренита. Русалочка по-испански. Муана. О, мне Муану тоже очень нравится, честно говоря. Рапунцель. О, ну Рапунцель это вообще самое любимое, мне кажется, у всех. Русалочка. У меня прям такой Джокер получился, Аид. Я думаю, что шею можно было сделать чуть посветлее, тогда он бы смотрелся не таким, наверное, как будто он в этом, в свитере в каком-то. Ариэль, Белоснежка. Ну, я смотрю, вам нравится, да? Диснеевские мультики. Фанатов Диснея здесь также много, как у я. Отлично это радует. Вот мне интересно, Шейла. Шейла, ты здесь? Я вот в комментариях не вижу. Шейла, ау. Моя дорогая подруга из Испании должна нас слушать и вроде обещала рисовать даже. Вот так вот. Слушай, так, я сейчас телефон к зарядке подключу, потому что надо, чтобы он немножко подзарядился. Угу. Еще пять минут, и я прерву эфир, потом зайду еще раз снова для того, чтобы он у нас сохранился. Да. Вообще, злодеи, почему мне нравятся даже, наверное, больше, чем принцессы, потому что это такие харизматичные ребята, на самом деле. Вот, у меня во что-то уже вляпался. У них есть свой характер, свое настроение, своя философия определенного уровня. Вот, допустим, Урсула, да? Вспомним про Урсулу. Ведь я вот, если честно, когда уже повзрослевшая пересмотрела этот мультик, я не могу понять, в чем, как бы, ну, претензии-то к Урсуле. Все же вроде четко, да? То есть, ну, наша русалочка там хотела ноги, ну, на тебе ноги, но есть условия. Ну, как бы, не выполнишь условия, нарушишь контракт, не будет ног. Ну, как бы, все четко. Но нет. Почему-то ее заделали в злодеи. Урсула плохая и так далее и тому подобное. Хотя мне не совсем понятно, ну, как бы, почему. А, так, нам нужен топ матовый. И мне надо его найти, потому что я про него, если честно, забыла. Ладно, возьмем топ велюр. Вот, парень готов. Можно ему сделать такие вот складочки. Раз, два, три. Окей. И матовый топ. Матовый топ. Так, давайте я прерву эфир, для того, чтобы он сохранился. И зайду через минутку. О, Ксения, здравствуйте. Супер, у меня в эфире мой инструктор. Это радует. Очень приятно. Вот такие ребята. Сейчас прям ровно минута, и я возвращаюсь. Для того, чтобы просто он сохранился. Потому что, если я его сейчас не прерву, он пропадет. Очень приятная ровно. Он пропадет. Участвую. чтобы вымаковать. Estраково не пропадет. Потому что сейчас мы перевер平 abdomen. Так, а замен habían слаб也ını. Только ого Familь и аг Dad.